Всем привет! Меня зовут Александр Борисович. Мы занимаемся ремонтом и отделкой в городе Ставрополь и его окрестнице. В прошлый раз я показал, как мы укладываем камень. Делаем его со швами. И сегодня я покажу, как мы заделаем швы на какого рода камни. Мы камень клеили вот на этот день. Это Cement Plus C-P70 Aqua. Вот получается. Вот так и нравится. Для нанесения клея в швы будем использовать этот навесный пакет из-под молока. Вот это видно, что у него такие некрасивые края. И вот, чтобы, когда клей будет с пакетика выходить, он может на эти краешки заходить. Тут ворсится немножко сам полиэтилен. И он будет мазать сам камень. Поэтому выворачиваем его на экран. Отрезаем. Маленький ухолочек. Если в водочке отрезать очень большой, то им будет работать очень неудобно. Пакет здесь надо хорошо слаживать, чтобы в обратную сторону ничего не было. Ну вот это, наверное, такое удобное колисто. Мы сюда нанести, взять правильнее. И начинаем заполнять. Тут, конечно, об камень сильно тереть не надо. Потому как пакет можно так протереть. Перемещаем все ближе к носику. Стараемся ничего вокруг не мазать. Камень очень толстый. А шов минимальный для него. Поэтому... Надо будет сделать единый круг. Стоит постараться. Сразу нужно запомнить несколько шагов. Пакет там. Не двигается. Удем. Бега. А беда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, стараемся равномерно заполнить швов. Главное, что его пакет не пшипнул, это каша, не лиманула на камеру. И кашевый смотрится некрасиво. Вот кончик вымотался, надо его обязательно вытереть. Иначе он наляпнует вокруг. Тут еще немножко осталось. Это можно отставить в пакетике. Клей не высадит, а будет просто лежать. Теперь нам нужно кисточки. Кисточка и баночка с ножами. Теперь нам нужно наши некрасивые швы загладить и превратить их в красивые. Сейчас попробуем. Если клеевый достаточно подсох, ну, в принципе, да. Здесь, на эту сторону. Вот так. Потом краешку здесь зачистим. Вот. Главное, все время промывать кисточки. Пиздачка, мне немножко шурить надо. Ну, я не могу стараться. Как-то ее бочком. Швы здесь могут быть как-бы небольшими волнами. Просто они должны быть хорошо заполены. Вот как вот здесь такого кусочка не заняло нам. Быть не должно. Так, здесь надо чуть-чуть замножения. Те места, они выходят на вертикаль. Работает достаточно кропатливо. Ну, что делать. Зато вот видно, что получается чистенько и красиво. Вот кусочек клеевого вышел. Чуть больше. Его можно просто осунуть. Пока все мокрое, еще обычно бывает немножко некрасиво смотреться. Но когда он подсохнет, приобретает совсем одно вид. Что-то еще нормальное. А, ну, здесь не хватит нормальное. Редактор субтитров Т. Ноэль Тарасов mentioned как в русском. Корректор А.Кулакова. Корректор А.Кулакова. Гландович, портрет drill. Окwriter. Ну вот так, собственно говоря, используя пакетики из-под молока и белый клей придачный, мы и затираем швы на декоративном камне. Видно, что здесь уже швы подсохли, они отличаются по цвету, еще швы немножко посветлеют и будут нормально смотреться. Вот мы видим, что везде все аккуратненько, чистенько. И на сегодня и все, видео заканчиваем. Кому информация была полезна, палец вверх, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok